Тумсо, я на 95% уверен, что если бы не Россия, вы как погрязли в болото в 90-х, так и не вылезли из него до сих пор. И ваша Ичкерия была бы, была как какой-нибудь Афганистан, где теракты, наркота и междоусобные войны. Тумсо, если бы Кадыре у вас свергли и ему требовалось политическое убежище в Швеции, ты бы ему помог? Ну, конечно бы помог, конечно. Не только в Швеции, я бы ему в любом месте помог. Он может на меня рассчитывать. Как-то раз Рамзан увидел в тюрьме своего кореша, который сказал, что это был большой заказ. Не знаю, как его зовут. Где он сейчас? Ты говорил, что он похищает людей ради результата. У меня здесь, на моем основном канале есть ролик. Он называется «Кадыров встретил в тюрьме друга друга». Напиши, ты его найдешь. Там я имя и всю его биографию. Обо всем рассказываю. Саламу алейкум. Тумсо, если бы Кадыров приехал в Швецию и встретился бы с ним, ну как Джахар сказал, желание такого не имею, а необходимость есть. Хотя, честно говоря, я и желание даже такое имею. Да, я бы, наверное, с удовольствием пришел на какую-нибудь пресс-конференцию, организованную Кадыровым. Поприсутствовал бы там, может быть, задал бы какие-то вопросы. Может, просто поприсутствовал бы. Саламу алейкум. Тумсо, Илья Яшин может стать новым лидером российской оппозиции вместо Навального? И второй вопрос. Возможно ли война между Россией и Азербайджаном, если Россия захочет остаться в Карабахе? Алейкум ассалам. Я не знаю насчет возможности войны. Друзья, не задавайте мне такие вопросы. Я не аналитик, не политолог, чтобы давать такие ответы. Я могу только в общем, в общих чертах сказать, возможно ли война России с Австралией. Возможно. Все возможно в этом мире. Почему бы и нет. Каких-то там предпосылок сейчас к этому, чтобы сейчас расклад сделать, сказать вот это вот идет там к войне. Вот этого я сделать не могу. Так что в теории все возможно. Но будет ли, мы поживем, увидим сначала. Что касается Яшина, может ли он новый? Опять-таки, я не знаю, может он или нет. Яшин и так является самостоятельным политиком. Давно уже занимается политикой. Я позиционер, видный в России. А по поводу занять место Навального, там, ну, не знаю. Я бы не хотел давать такие поднозы. Ассаламу алейкум, Тумсо. Мы ее называем. Это то, что сейчас вы там видите. Это не чеченская культура. Да, чеченцы, наверное, в большей степени сохранили какие-то свои обычаи и традиции. За счет того, что мы все-таки такое консервативное общество. Мы пережили очень серьезные, судьбоносные, трагические события. Высылка, войны. Это все как-никак, это, конечно, это нас уничтожает. Это очень сильно нас бьет по нам. Но в то же время это способствует какому-то нашему единению, консолидации, сохранению этих обычаев. Мы прошли через ссылку благодаря вот этим нашим суровым таким традициям, обычаям. Мы держались вместе. Это нас укрепило в какой-то степени. В общем, много таких факторов. А вот судить о том, каково положение языка и культуры в этих республиках, Татарстан, Башкортостан, это надо быть знакомым с этими регионами, хотя бы как-то пожить там какое-то время. Я только проездом был однажды в 2015 году в Татарстане и Башкортостане, поэтому я не знаю. Тумсо, я на 95% уверен, что если бы не Россия, вы как погрязли в болото в 90-х, так и не вылезли из него до сих пор. И ваша Ичкерия была бы, была как какой-нибудь Афганистан, где теракты, наркота и междоусобные войны. Я бы с тобой согласился, сказал бы, все возможно, в принципе, мы действительно могли бы повязнуть, у нас могло быть все плохо. Но в то же время могло быть и хорошо. Но когда ты сказал, если бы не Россия, такое ощущение, как будто Россия куда-то выбралась. Как будто она из 90-х к какому-то светлому будущему пришла. Если ты считаешь, что по сравнению с тем, что было в 90-х сейчас в России, типа, cool, это круто, ну, я тебе сочувствую. По-моему, россиянин, любой здравомыслящий, сегодня с удовольствием вернулся бы в 90-е. Там, где была свобода, где люди сами могли что-то в своих судьбах решать, где можно было свободно высказывать свое мнение. Если вы считаете, что сегодняшняя диктатура, которая в России, это, типа, светлое будущее, я вам сочувствую. Возможно ли ассимиляция дагестанских народов из-за того, что в нем живут несколько десятков народов, и разговаривать на своем языке нет смысла, кроме как дома или у себя в горских селениях? Ассимиляция кем? Русскими, ты имеешь в виду, или кем это может быть ассимиляция? Ну, там, в принципе, она планомерная, эта ассимиляция у нас на Кавказе, она идет. Они над этим очень серьезно работают. С некоторыми народами это у них более успешно получается, с некоторыми менее. Но они работают и будут продолжать эту работу, это надо понимать. И то, что наши языки сегодня на Кавказе, все языки кавказских народов, за исключение тюркских, двух народов кавказских, которые говорят на тюркском языке, остальные все языки, они вымирают, это тоже факт. И как с этим нужно бороться? Ну, пока мы там, теми силами, которые у нас есть, мы должны, конечно же, как-то мотивировать там, чтобы у нас язык не забывали, чтобы общались. Но это очень сложно. Для того, чтобы сохранить свой язык, для этого нужно государство. Полноценно. Я сейчас не говорю, что его невозможно сохранить без государства, но с государством это сделать реально. Вот когда у нас будет свое государство, в этом государстве у нас будет документооборот, у нас будет телевидение, газеты, журналы, сайты, радио, это все будет на местном языке. Когда этот язык будет государственно поддерживаться, тогда можно будет говорить о том, что все, он из категории вымирающего перешел в категорию существующего. А пока, к сожалению, все наши языки, они их планомерно, конечно, уничтожают. Нам достаточно посмотреть любое там совещание местное. В Дагестане-то, наверное, вообще на местных языках не проходит никакое совещание. Но, допустим, в Чечне, посмотрите, Кадыров, когда ведет на чеченском языке якобы свое заседание. Сколько вы там русских слов услышите, посмотрите. Он не говорит на чисто русском языке, а никто на чисто чеченском. И никто там не говорит постоянно, процентов 30 их речи – это русские слова. И большинство из нас так разговаривает, и я не исключение. Мало кто сегодня может на чисто чеченском языке, не употребляя какие-то русские слова, высказать нам целую речь, например, сказать. К сожалению, такова реальность. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»